МВС Вбивает номерок талона, который он получил, услуги при регистрации, и может поставить свою оценку. Кого-то наказывать, кого-то благодарить. Уникальность этого сегодняшнего приятного происшествия, что сервисный центр МВС открывается вместе с Центром на Даня административных послуг. Впервые сработала философия, что мы относимся с уважением не к государственным институтам, которые по разным причинам не могут работать совместно, а мы относимся с уважением к человеку, который должен прийти в одно место и получить весь спектр услуг. Поэтому сегодня здесь единый центр, который дает услуги. А то, что правая его половина – это Центр административных послуг с определенными компетенциями и полномочиями местных органов власти, а слева – прямая государственная функция. Об этом будем знать я, глава администрации, мэр, а каждый из тех, кто придет сюда получить услугу, сможет ее получить качественно, быстро и хорошо. Отдельно скажу, что это второй сервисный центр, который мы открываем по программе, 9-месячной программе, полной замены МРЭО по всей стране и открытие сервисных центров. Летом следующего года мы по всей стране проведем полную замену, везде будет такой современный европейский сервис. А пока что это второй сервис. До конца года мы еще в пяти местах по стране откроем новые обновленные сервисные центры. Это первый прецедент, когда я вместе с СНАПом, где под одним дахом працюю, вы видите, что у нас полностью все помещение – это реальный опен-опис акварюмного типа. По-друге, это в торговом центре, то есть очень незвичный формат. Можно сказать, что он экспериментальный формат, но я переконан в том, что это будет очень усталый формат, оскільки он имеет свои преимущества, потому что люди, ведущие именно этот ТРЦ, могут подчас тримания послуги або раньше, або позже что-то купить, что-то поздьбать, с чем-то ознайомиться. И стоит тут дитяческий куточок, где люди могут лишить своих детей. Больше того, у нас информационное табло размещено вдовж всего торговой зоны. Таким образом, человек не пропустит черги, будет вчасно информирована, что уже черга не дошла до нее. Ну и, как вы понимаете, у нас тут будь-якие коррупционные проявы, фактически, они возможенны саме благодаря такому прозорому и зрозумелому подходу. Что еще я хочу отметить? У нас, звісно, очень большой конкурс был. Мы очень заделены, потому что место Дніпро показало необычный результат, потому что те, кто у нас прошли, они высокие баллы отримали, потому что, действительно, конкурс был высокий, 60 людей на одно место. Сегодня у нас пропорция сберегается приблизительно паритетно. Нагадаю, что у нас высокая заработная плата, а это мотивация для того, чтобы люди не думали про коррупцию, а думали про то, как встречать человека с посмешком, надавать послуги и проводить их с посмешком. Никто не стремится заниматься реформами ради реформ. Мы хотим делать реформу ради результата. Поэтому я предлагаю всем жителям города прийти, почувствовать, какая здесь разница между тем старым РЭО и старыми сервисами, что были в нашем сервисном центре, в нашем ЦНАПе, с тем, чтобы получить и почувствовать результат. И можно много говорить про антикоррупцию, а можно взять и сделать, как сделали здесь. И уверен, что шаг за шагом мы эту ситуацию преодолеем и будем чувствовать себя комфортно в своей стране. Можно заказать, получить через почту, через интернет, заказать, получить через почту. То есть минимизируем. Мы обсуждали сейчас. Поехали. Поехали.